Тумсо, если тут некоторые чеченцы, несмотря ни на что, и на все ошибки, и подлости, и нелегитимность поддерживают Закаева, не говорит ли это, что чеченцы еще не готовы следовать законам, причем своим же? Хрен, редки не слащие. Вот для нас это примерно то же самое. Это человек, который для чеченца, это то же самое, только вид сбоку. Меня переубедили, не то чтобы переубедили, меня просто, можно сказать, настояли на том, чтобы я это сделал. Поэтому я это маршала сделал, и мне, конечно, самому очень приятно видеть эту картинку. Олег Бёрд. Привет, Тумсо. Как ты относишься к Стасу, а и как просто Кацу и к Бед Комедиану? Ответь, пожалуйста, развернуто. Очень интересно твое мнение по поводу этих оппозиционеров, как в РФ их многие считают. Я, к сожалению, по двум из этих людей развернуто никак не смогу ответить, но я мало знаком с их деятельностью. Это вот тот самый Стас, а и как просто, и Бед Комедиан. Ну, Бед Комедиан, он вроде бы освещает кинокартины, поэтому мне просто неинтересно это было, я особо его не смотрел. Что касается Стаса, а и как просто, это, по-моему, человек гаджеты какие-то освещал, ну и плюс к каким-то блогерам постоянно какие-то у него претензии. В общем, я не знаю, по этим двум людям ничего сказать не могу, если они сейчас начали вести какую-то политическую деятельность, то я просто с этой деятельностью не знаком. А что касается Каца, то, ну, этот человек, можно ли его считать оппозиционером, оппозиционным власти путинской? Может быть, можно. Скорее всего, наверное, даже можно, так как он выступает против них. Но для нас это, как гласит русская народная поговорка, хрен редки не слащие. Вот для нас это примерно то же самое. Это человек, который для чеченца это то же самое, только вид сбоку, что Путин, что сегодняшняя кремлевская власть. Поэтому для россиян, может быть, они там будут как-то что-то выбирать, для них это что-то, может быть, полезное в этом есть. Для нас это абсолютно вот то же самое, только отношение к нам, отношение к вопросу чеченской государственности, оно ровно такое же, как и у сегодняшней путинской власти. Поэтому для нас это, в принципе, не представитель оппозиции. Ассаляму алейкум, Томсо, и всем достойным, марш Вогилл, фон мощный, жду тот день, когда эфиры будут проходить с флагом Чечении на заднем фоне, то есть как официальное лицо Чечении. Ва алейкум ассаляму араматулла баракату, баракаллаху фигбрат. Кстати, вы, наверное, все заметили, да, я сделал вот такой вот, подсветил свой фон. Это тоже по настоятельной рекомендации моих однопартийцев. С нами в партии есть люди, которые очень хорошо разбираются в этих всех видеотемах. И, кстати, вот эта камера, это тоже их заслуга. Поэтому я думаю, с каждым днём у меня будет улучшаться качество моего видео, пока мы с этими людьми будем в одной партии. Путник, ассаляму алейкум, мой первый донат за всё время. Али, как же приятно стала картинка сейчас. Всегда думал, почему ты ничего не меняешь на стримах. Растёшь, маше Аллах, сейчас намного солиднее выглядит. Алейкум ассаляму арамталла баракату. Баракаллаху бейк, брат. Скажу честно, я до сих пор не придавал вообще этому значения. Я считал, что важно не то, как вы меня видите, а важно то, что я говорю. То есть, важно меня слышать, а не видеть. И поэтому я не придавал этому значения. Многие люди мне говорили про камеры. И даже вот эти наши братья, они давно мне об этом говорили. Поменять оборудование, камеры. Сейчас они, кстати, на микрофоне настаивают. Я, миша, на микрофон тоже возьму. Но я не придавал этому значения. То есть, я всегда говорил, но я не видел. Главное, меня видно, да, видно. Меня слышно, понять меня, как бы, можно же, это несложно. Нет трудностей, как бы, в понимании. Нет. Всё, этого достаточно. Но сейчас меня переубедили. Не то, чтобы переубедили. Меня просто, можно сказать, настояли на том, чтобы я это сделал. Поэтому я это, маша, сделал. И мне, конечно, самому очень приятно видеть эту картинку. Я думаю, что в соответствии с миграционным законодательством республики, конечно, это должно быть возможным. Такие пути мы должны заложить в наших законах. Я так думаю. Вот это, кстати, тоже один из примеров законов. Нет же такого понятия, это вообще как гражданство, наделение этим гражданством. Его же нет в Уране, Сонне, понимаете. Это же должно, эти законы же должны как-то разрабатываться, применяться. Тоже один из примеров. Сурхо, ассаляму алейкум. Как можно вступить в вашу партию и как можно быть вам полезным? Аллах, ассаляму алейкум, ассаляму арахмату, а баракату. Значит, дорогие братья, на нашем сайте, osofchicene.com, есть, прямо на главной странице вы увидите кнопку «Вступить в партию». Вам нужно будет просто заполнить эти все пункты, прислать. И как только мы начнем, мы сейчас готовимся к этому. У нас идет сейчас некая организационная работа. Мы готовим членские карточки, вот эти билеты. То есть, все эти организационные моменты, мы сейчас их заканчиваем. После этого мы начнем рассмотрение этих заявок. И будем, иншаллах, с вами связываться. Только не забывайте, что когда вы подаете заявку, вы не должны никаких взносов, там, денег, ничего платить не должны, имейте в виду. Членские взносы, они, ими облагаются только члены партии, люди, которые уже вступили. Когда вы подаете заявку, вы еще не вступили, поэтому это к вам не относится. Тумсо, если тут некоторые чеченцы, несмотря ни на что, и на все ошибки, и подлости, и нелегитимность поддерживают Закаева, не говорит ли это, что чеченцы еще не готовы следовать законам, причем своим же? Мы здесь немножко не эту тему обсуждали, конечно. То есть, смотрите, то, что я вам объяснял, это никак не связано с тем, что готовы люди, следователи, не готовы. Даже если у человека есть очень серьезная сила за ним, как, например, сегодня за Кадыровым, у него же огромная сила, но легитимность ему это не придает. Но, отвечая на твой вопрос, он очень, я думаю, верный. Я думаю, положение, в котором мы находимся, оно, конечно же, связано с нашим внутренним состоянием. Аллах дает нам то положение, дал нам то положение, которое мы заслуживаем, в этом нет сомнений. Поэтому наша задача – это исправить себя. И вот то, что мы с единомышленниками начали, создали политическую партию, и работа как раз над тем, чтобы исправлять, то есть, мы начали работать над тем, чтобы исправлять себя. Вот это вот политическое образование, донесение каких-то моментов до людей – это то, что как раз-таки мы считаем с нашими единомышленниками. Это то, чем мы должны заняться, чтобы наше положение исправилось. То есть, мы должны исправить себя, как говорит нам Аллах. Он не меняет положение людей, пока они сами не меняются. Вот мы, исходя из этого, мы хотим сегодня поменять наше положение. Мы хотим начинать не сверху откуда-то или со стороны, там, извне, а мы хотим начать внутри. Мы хотим поработать с людьми. Вот этой нашей деятельностью мы хотим получить поддержку людей, заручиться этой поддержкой, доверие людей. И надеемся, что поменяя вот это вот положение, когда люди поймут, что не от силы зависит, не от того, что ты сильный, там, вот за тобой стоят люди и так далее. Не от этого зависит твоя легитимность, не на это должны обращать внимание. И даже не успех. Даже если кто-то сегодня достиг какого-то успеха, это еще не значит, что за ним нужно следовать. Нужно крепко держаться, заверив Аллаха. И даже если сегодня кто-то, где-то мы видим, что кто-то как-то там шустрит, и у него какой-то есть успех, если он не держится за эту веру в Аллаха, если его действия являются неправильными, то за ним не следует. Как говорил имам Шафир, даже если ты увидишь человека, идущего по воде, проверь, соответствуют ли его действия Курану и Сунне, и только после этого следуй за ним. Поэтому вот даже если вы увидите, что кто-то, какой-то человек идет по воде свободно, если его действия не соответствуют Курану и Сунне, если он не является легитимным, если то, что он делает это незаконно, то за ним не следует. Вот это вот понимание, я считаю своей задачей, наша партия считает своей задачей, донесение этих основополагающих принципов до людей, добивание того, чтобы люди, то есть добиться того, чтобы люди с этим согласились, чтобы люди к этому пришли, чтобы люди дали нам вот эту вот поддержку в этих вопросах. И мы считаем, что тогда Аллах изменит наше положение. Субтитры создавал DimaTorzok